Таганрогская телевизионная сеть Таганрогская телевизионная сеть Порт на открытом морском побережье Сюда к памятнику царю-реформатору Жители города приходят в память О дне основания гавани Для нас, всех, кто родился Или связал свою жизнь с Таганрогом Этот город Самый любимый и неповторимый У него Особое лицо И особенный уклад жизни У него особый дух Этот дух В его войсковых ячейках И островках булыжных мостовых В грациозных колоннах Дворца Алфераки И залах Чеховской гимназии В производственных корпусах Промышленных предприятий Мы с вами твердо знаем Великое прошлое И славное настоящее нашего города Это заслуга Всех таганрожцев Мы гордимся подвигами И трудом наших предков Но твердо знаем Что сегодня рядом с нами Работают и живут люди Чьи дела и судьбы Достойны подражания Стала доброй традицией В этот день чествовать Лучших граждан Таганрога Вот и сегодня Звание почетных гражданин города Присвоено двум нашим землякам Предпринимателю Леониду Мателсевичу И директору архитектурной проекта Мастерской Анатолию Тарасенко Взмывает у неба воздушные шары И благодарные жители Возлагает к подножию памятника Живые цветы Торжественный прием в театре имени Чехова Тоже давняя традиция Звучит гимн города В зале общественной стаганрога Его руководители, ветераны и молодежь Я поздравляю вас с наступающим днем города Один из самых любимых праздников Потому что это день рождения нашего общего дома Город динамично развивается Растет А причина этому То, что в городе живут неравнодушные люди Которые не только достойно трудятся на благо процветания Таганрога Но и дают городу частицу своего сердца Частицу своей души Хотелось бы выразить искреннее Слово благодарности и признательности жителям города На текущие праздничные даты Предусмотрена большая культурная программа Я приглашаю жителей города, гостей города Стать участниками и зрителями общегородского праздника Пусть эти дни подают всем позитивное настроение Хорошее впечатление С днем рождения Таганрог С днем города горожат Таганрог второй по численности населения Город в Ростовской области Современный Таганрог – город-донор Крупный индустриальный, научный и культурно-исторический центр Но главное его богатство, конечно, люди Памятным знаком 80 лет Ростовской области Среди тех, кто удостоился этой награды – деятели культуры, предприниматели, врачи, педагоги Еще одна награда нашла своих героев – Чеховская премия Ее получили работники библиотек, музеев, театра имени Чехова В честь основания города был дан концерт В котором приняли участие лучшие творческие коллективы Таганрога Таганрогская больница скорой медицинской помощи пополнила свой автопарк В четверг здесь состоялась торжественная церемония Передача ключей от новеньких скорых главному врачу больницы Подробности далее Четыре новые медицинские машины пополнили автопарк больницы Скорой медицинской помощи в Таганроге В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года В городе проводится подготовка материально-технической базы БСМП Для медицинского обеспечения соревнований В четверг глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий Поздравил коллектив врачей и медицинских сестер С обновлением парка и поступлением нового оборудования И безусловно, одним из самых важных направлений является Подготовка объекта больницы скорой медицинской помощи Подготовка к большому событию, к большому количеству гостей Я думаю, что это очень позитивно Потому что все, что мы сейчас делаем в рамках чемпионата Все это останется жителям города С 2016 года началась подготовка В 2016 году свыше 16 миллионов было потрачено на приобретение оборудования В 2017 году эта цифра превысит 80 миллионов рублей В сентябре месяце уже будет приобретен магниторезонансный томограф Стоимостью больше 60 миллионов Приобретены и работают уже дыхательные аппараты экспертного класса И сегодня я с большим удовольствием вручу главному врачу ключи от четырех современных автомобилей Четыре новые машины Это один реанимобиль и три автомашины скорой помощи класса Б Главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов показал их Андрею Лисицкому Машины укомплектованы самым современным оборудованием Про реанимобиль вообще можно говорить очень долго Это совершенно другого класса машина Таких машин на данный момент даже в области Можно прямо сказать, наверное, немного Если сопоставимых, как минимум Это автомобиль, который будет использоваться для транспортировки пациентов между стационарами Потому что пациенты, которые транспортируются в таких условиях, они находятся на жизнеобеспечении Данная машина позволяет сказать, что нетранспортабельных пациентов не бывает То есть она позволяет транспортировать пациента в любых условиях Противопоказанием для транспортировки могут являться только ограничения механического воздействия на пациента Ну, скажем, его нельзя перекладывать, например Или при транспортировке может произойти вклинение Это отдельный разговор А те же состояния, например, отсутствие спонтанного дыхания Или первичная сердечная слабость Уже нам не будут ограничениями транспортировки Это позволит, в общем-то, с одной стороны Сейчас осуществлять приказ Минздрава Ростовской области О том, что мы начали работать еще на 4 района Кроме города Таганрог по инфарктам и инсультам То есть мы сможем на себя забирать больных Для проведения планирующихся в нашей больнице Коронарографии и стентирований со следующего года И мы сможем больных доставлять, естественно, в областные учреждения Что для нас более важно Потому что это позволит быстрее и более сложных больных доставлять в Ростов Ну, а может быть и дальше Там же как сложится Автомобили поступили в город в рамках софинансирования Общая стоимость их составляет почти 18 миллионов рублей Из них 5 миллионов рублей выделил город В следующем году не только чемпионат В следующем году 320 лет городу Еще через два года 160 лет Антону Павловичу Чехову Я думаю, что мы как раз будем к этим датам Стремиться привлечь в город финансирование из бюджета всех уровней Андрей Лисицкий вручил Дмитрию Сафонову ключи от новых скорых Главный врач выразил надежду, что подготовка к предстоящему чемпионату мира Позволит вывести медицинское обслуживание в городе на новый уровень И поблагодарил городские областные власти за помощь В рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года В Таганрогской БСМП проводится целый комплекс мероприятий Это приобретение медицинского оборудования и санитарного автотранспорта Это работа по обеспечению антитеррористической защищенности больницы В Таганроге прошла всероссийская благотворительная акция под флагом добра В 2017 году на счет акции для больных детей поступило 2 миллиона 475 тысяч рублей Вручение сертификатов на лечение и реабилитацию детей прошло в городском Доме культуры Основная цель фонда, как вы знаете, это сбор средств для оздоровления юных таганрогцев К этому требуется восстановление здоровья За 10 лет собрано свыше 47 миллионов рублей Эти средства позволили оздоровиться 525 юным горожанам В этот день сегодня мы вручим 20 сертификатов на лечение А до конца года эта цифра удвоится Я уверен, что сотрудничество продолжится Потому что нас поддерживают и жители города Нас поддерживают крупные предприятия и средний бизнес В этом году всероссийская благотворительная акция под флагом добра в Таганроге имела свои особенности В рамках акции при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации Был организован региональный обучающий семинар Его слушателями стали представители общественных организаций, волонтеры, которые работают с детьми-инвалидами Семинар прошел в конференц-зале Чеховской библиотеки В нем приняли участие ведущие эксперты в области медицины Программа семинара продолжилась в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького Здесь были организованы шахматный турнир для детей с ограниченными возможностями здоровья И мастер-классы Средства, которые были собраны в ходе акции, будут направлены на лечение детей В ведущих в федеральных медицинских центрах страны Они пойдут на операции, протезирование, реабилитационные мероприятия Уже составлен список из 20 детей, которые в первую очередь нуждаются в лечении или курсах реабилитации Всероссийская благотворительная акция под флагом добра в Таганроге проходила в десятый раз И очень здорово, что на нее откликнулись предприятия, общественные организации, простые жители нашего города Вот уже который год в начале сентября Дворец детского творчества собирает друзей для того, чтобы распахнуть свои гостеприимные двери для юных, энергичных, творческих, увлеченных ребят На дне открытых дверей в детском учреждении дополнительного образования побывала наш корреспондент Смотрим сюжет Елены Титовой Вот и наступил этот день, его все лето ждали родители и дети В начале каждого учебного года Дворец творчества приглашает в свои стены новых друзей, желающих влиться в дружную семью Здесь каждый может выбрать себе занятия по душе Петь или танцевать, вязать или лепить, пробовать себя в роли актера или ведущего Заниматься поделками из ткани, бумаги, пластилина Помочь найти дело по душе, научить добрым и полезным делам Дать старт в интересную творческую жизнь детям, конечно, помогут педагоги Детское объединение «Славянка» Мы приглашаем детей с 6 лет на лепку И с 7 лет вышивка и шитье Мы лепим из теста и пластилина Вышиваем вручную, а потом с 10 лет уже можно на швейной машинке вышивать Также мы делаем народную кубу Русскую народную кубу, которая делается из ткани, из материи Кружок бусинка, мягкая игрушка и бисероплетение Там, где тоже есть бисер Можно детей приводить с школьного возраста Прямо с первого класса по четвертый с удовольствием идут А старшие делают более сложные работы в прошении Школа практического рукоделия Мы занимаемся с детьми от 5 лет Готовим руку к школе, разрабатывая мелкую моторику Используем в своем творчестве различные материалы Бумагу, дерево, глину, кастелин, лекомоделирование Творческое объединение стильные штучки с 5 лет Мы лепим с пластилином, мы делаем, работаем в технике с видом Мы рисуем пластилином на стекле Эта техника называется лжевитраж Полюбоваться работами юных умельцев Можно было на выставке декоративно-прикладного творчества Ребята и их родители встретили опытные педагоги Они давали полную информацию о секциях, творческих объединениях и студиях дворца В стенах Дворца детского творчества сегодня занимаются около 4 тысяч ребят Сегодня дворец собрал друзей для того, чтобы распахнуть свои гостеприимные двери Для юных, энергичных, творческих, увлеченных ребят Начинается новый учебный год для Дворца детского творчества Мы продолжаем все те детские объединения, которые у нас были И в этом году еще добавляются новые направления Новая деятельность, которая позволит нам Немножечко, может быть, расширить наши рамки образовательной деятельности В основном это будет, это связано будет с социально-педагогическим направлением В социально-педагогическом направлении мы понимаем, что сейчас очень важно Именно формирование детей, которые будут лидерами школьного самоуправления Лидеры школьного детского движения школьного И поэтому лидеров вот таких мы приглашаем на деловой понедельник Ребята каждый понедельник будут получать именно какие-то интересные тренинги проходить Занятия, которые позволят им стать по-настоящему Переосмыслить, осмыслить, что такое именно самоуправление И как сделать его в школе хорошего Продолжает у нас наша школа Межсетевого взаимодействия с Южно-Федеральным университетом Которая предполагает направление детей по восьми обучения По восьми направлениям Это у нас экономика, право управления, экология, философия, маркетинг Ораторское искусство, естественно-научный блок Мы уже вот, наша школа Пульс уже прошли, так сказать, первый этап И хорошие были результаты Ребята в конце обучения показали хорошие, интересные проекты Именно связанные с городом будущего Как представлять себе не город, а город в будущем И вот такая программа будет у нас продолжена Продолжает у нас работу импульс школы Естественно-научные направления Где физики, математики, информатики, астрономы, биологи Они могут себя попробовать в этой школе Где преподаватели, которые действительно дают математику, физику Не в рамках школы, а за рамками школьных предметов Они все-таки привлекают детей к изучению таких точных наук Естественно-научных, которые позволят ребятам Увлекающимся математикой, физикой, астрономией, информатикой По-настоящему привлечь ребят к таким наукам Добрый день, прекрасный день всем, кому прийти не лень Ни одно праздничное мероприятие не обходится без музыкального смотра коллективов дворца Около двух часов шел концерт на свежем воздухе В результате акции творческие объединения пополнились новыми воспитанниками Готовыми реализовать творческие индивидуальные способности В различных направлениях образовательной деятельности Закончилось лето, Тогорокские ребята вступают в интересную школьную жизнь Наполненную яркими событиями С началом учебного года детская библиотека имени Горького гостеприимно распахивает двери для учеников Здесь начинаются традиционные библиотечные экскурсии, встречи и викторины Целью встреч в библиотеке является возможность вызвать у школьников интерес к книге Научить их ориентироваться в библиотечном пространстве Библиотека традиционно готовит мероприятия и книжные выставки для школьников всех возрастов Это лучшие образцы специальной и справочной литературы по самым разным областям знаний Увлекательные художественные произведения для манеклассного чтения В течение учебного года мы также будем проводить различные мероприятия Литературные путешествия, познавательные игры, тематические часы, тематические уроки Они будут посвящены, конечно же, году экологии Они будут посвящены 80-летию Ростовской области Юбилейным датам писателей русских, зарубежных, юбилеем книг Кстати, о чтении Торжественным моментом встречи в библиотеке стало награждение читателей Победителей программ летнего чтения Ребята получили благодарственные письма, а также сладкие подарки Творчество и вдохновение, чтобы этот год у вас был замечательным и успешным А еще хочу вам напомнить, что вы живете в прекрасной огромной стране под названием Россия И именно от вас зависит будущее, насколько оно будет процветающе и успешно А чтобы это было именно так, конечно, вы должны вырасти не только патриотами своей младшей отечества Но еще умными, грамотными, значимыми людьми Дети помладшей отвечали на вопросы литературно-познавательной программы «Мы за мир на планете» Ведущий рассказал об истории праздника и страшных событиях в городе Беслане Которые произошли в начале сентября 2004 года Дети посмотрели видеоролик «Это забыть нельзя» и почтили память погибших минутой молчания В конце мероприятия лучшие читатели запустили в небо яркие воздушные шары Как символ праздника, радости, счастливой поры детства На этом наш информационный выпуск подошел к концу Я с вами прощаюсь и еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски Вы можете пересмотреть на сайте www.taganrock.tv.ru